Музыка Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам в нашем районе нередкие гости. На этот раз мы встретились у плавательного бассейна на Пионерном, где еще зимой можно дать наглядный урок по безопасности на воде. И прежде чем мы расскажем об этом увлекательном мероприятии, о некоторых итогах ушедшего года. По оперативно-статистическим данным в Смоленской области в 16-м году погибло 28 человек. Значит, ну, как бы из положительного момента можно отметить то, что на протяжении последних нескольких лет у нас снижается гибель несовершеннолетних. Вот, например, 14-й год у нас 4 несовершеннолетних погибло на водных объектах области. Значит, 15-й год двое детишек, это в Демидовской школе-интернат, вышли на лед. И в этом году, в прошлом 16-м году, у нас девочка утонула река Кжать, город Гагарин. Значит, ну, как бы в идеале мы хотим эту цифру довести до нуля, потому что ничего страшнее и трагичнее гибели детей не бывает. Профилактическая работа приносит огромные плоды, тем более непосредственно от сотрудников МЧС. Круги, спасательные жилеты, сегодня пригодится все, чтобы научить ребят в момент нештатной ситуации прийти на помощь. Кстати, детей, общающихся с водой на «ты», у нас немало. В спортивных группах 100 человек занимается, чисто спортивных. 420 занимается на малой ванне, это детские сады и спортивно-оздоровительные группы. А чисто спортивных групп 100 человек. Ну, то есть так к воде привыкает достаточно большое количество, если с теми 400. Директор школы по плаванию Татьяна Рудисовна-Макинкова подтверждает, самое главное все же умение держаться на воде. Впрочем, от слов к делу сразу же извиняемся за качество съемки. Слишком велика влажность для капризной цифровой камеры. Ребят специально не собирали после двух часов дня, здесь всегда идут занятия. Сегодня у вас в гостях представители государственной инспекции по маломерным судам, которая работает в системе МЧС. На людей в форме ребята смотрят не отрывая глаз, еще бы перед ними реальные спасатели. Представляете, да, кидаете утопающему, он одевает его на себя, сюда может привязываться веревка, чтобы его можно было что сделать? Вытащить, правильно. С спасательным кругом разобрались. Малышам все интересно, но главное, конечно, попробовать все на себе. Давайте в жилетах кто одет? Водичку, водичку. Сейчас, секундочку. А в водичку, да. А вот мне тоже уходить. Если круг ребята воспринимают как само собой разумеющийся, спасательный жилет увлекает, хотя и им тоже надо уметь пользоваться. Есть и другие приспособления у спасателей. Все просто и сложно одновременно. Но вероятно, сегодня кто-то обязательно захочет стать сотрудником службы МЧС. Нашему собеседнику Саше 8 лет, и о спасении людей он уже немного знает. Когда человек идет на рыбалку, когда зима, а там может лед обломиться, и он может упасть. Ну, ты так примерно понял, как надо спасать человека? Как тебя зовут? Есения. Есения, скажи, пожалуйста, ты давно ходишь в бассейн? Да, с 4 лет. Ничего себе, я чувствую, что ты получаешь удовольствие от воды. Да. Чему научилась за это время? За это время я научила всякие кувы, хитам, всякое делать. Интересное. А плаваешь хорошо, самое главное? Да. Ясно. Очень, очень хорошо плаваю. Скажи, пожалуйста, а ты у себя дома лучше всех плаваешь? Да. А родители как? Ну, так, на минус. На минус. То есть ты уже можешь чему-то получить? Да. Ясно. Ну, ладно, желаем тебе успехов. Окей. Уверенность в себе всегда залог успеха. Есенией ее не занимать. Родители могут порадоваться за ребенка. Наверняка сегодня вечером многие из тех ребят, кто был в бассейне, поделятся дома впечатлениями. И очень хотелось, чтобы взрослые восприняли этот урок серьезно. Ведь именно их поколение более безответственно относится к безопасности на воде. Мы покидаем бассейн, но еще раз возвращаемся к статистике несчастных случаев за 2016 год. Из этих 28 погибших граждан наших, смолян, значит, 71%, 20 человек утонули в состоянии алкогольного опьянения. Значит, это о многом говорит и говорит о том, в каком направлении нам дальше надо работать. Значит, вторая цифра – это то, что также 71%, 20 из 28 погибли именно в период летнего купального сезона. То есть это тоже характеризует с той стороны, что именно администрациям районов, сельских поселений, городских поселений необходимо активизировать работу именно в период летнего купального сезона. Александр Иванович, вот если анализировать дилетанта, то получается, что все-таки не хватает, наверное, сотрудничества с органами полиции? Ну вот мы всегда на КЧСах как бы этот освещаем вопрос. Естественно, распитие происходит у воды, распитие происходит и на пляжах, это общественные места. И, соответственно, конечно, они должны контролироваться, посещаться, патрулироваться сотрудниками полиции. Ну, эта работа ведется. Я думаю, что именно в период летнего купального сезона 2017 года мы эту работу более поставим на должный уровень. Готовься они летом, а безопасность на воде круглый год. Спасатели, конечно, всегда на посту, но лучше и самим быть готовым к любым ситуациям.